Ни главы районов, ни тем более ради хабиров не могут внятно понимать, что творится в конкретных округах и районах. И этих округов и районов ровно половина республики Башкортостан. У нас что, понятно все с выборами и так далее? Ни слова, ни полслова про выборы, про какие-то движения для настоящего этнического башкира в дыхании сернистых соединений. Это вообще национальная забава. В данном случае произошла централизация. Хабиров руками вот этого загадочного Дениса Булатова взял на себя, взял в одно место, в одну руку, так сказать, жесткий кулак, все вот эти вот процессы покупки. Несмотря на то, что буквально сегодня и вчера случилось 100 дней правления ради Хабирова, я все-таки считаю, что давать оценки всерьез, анализировать работу новой администрации в столь короткий период времени неправильно. Те процессы, которые идут в Башкортостане и те задачи и проблемы, которые стоят перед новой властью в республике, они требуют, пожалуй, что большего периода для их решения или, по крайней мере, для понимания, как эти проблемы будут решаться. Потому традиционные анализы и подробные изложения событий 100 дней, первых 100 дней новой власти я, пожалуй, опущу. Оставлю это периодическим изданием. Наверное, первым сроком, который стоило бы обсуждать всерьез, первым отрезком времени, это было бы полгода или даже больше. Потому традиционно посвятим сегодняшний выпуск к анализу совещания, которое было в понедельник, и тем событиям, которые были на этом совещании, а события эти были веселые и интересные, а также важнейшим событиям истекшей недели. На совещании прошедшей недели в правительстве Республики Башкортостан с участием временно исполняющего обязанности главы Республики Радия Хабирова фактически рассматривались два главных вопроса. Это первые результаты реализации реформы оборота твердокоммунальных отходов, так называемая мусорная реформа, и вопросы перехода на цифровое телевидение, которое случится у нас летом нынешнего года. Прямо скажем, что итоги тех первых двух недель, условно, в которые существует новый порядок обращения твердокоммунальных отходов, достаточно печальные. Естественно, был заслушан первым делом Киреев, и выводы, которые я делаю из его доклада, все более и более неутешительны в том смысле, что господин Киреев, очевидно, не владеет фактурой. Очевидно, манипулирует цифрами и, очевидно, вводит в заблуждение руководство Республики. Напомню, что когда мы анализировали его два последних предыдущих доклада на эту тему, первый из которых ради Хабиров вообще прервал и прекратил по причине того, что его не устроили расценки на вывоз мусора, второй доклад был принят, и он как бы лег в основу того, что мы будем потом смотреть в качестве результатов этой мусорной реформы. Так вот, на прошедшей неделе, в понедельник, Киреев опять докладывал, и опять мы слышим, что 50% районов и округов не сформировали паспорта готовности своих территорий, а о чем это говорит? Это говорит о том, что ни господин Киреев, ни главы районов, ни тем более ради Хабиров не могут внятно понимать, что творится в конкретных округах и районах, и этих округов и районов ровно половины Республики Башкортостан. Переводя на русский язык с чиновничего, я объясняю, что в 50% территории Республики Башкортостан данная реформа так и не вступила толком в силу, никто не знает, как она работает, потому что не существует паспортов, не существует понимания расположения мусорных площадок, пунктов сбора мусора, пунктов утилизации мусора, значит, и так далее, и так далее, и так далее. Напомню, что огромное количество нелегальных полигонов, которые были заявлены Киреевым, так и работают до сих пор, так и являются местом складирования мусора. Напомню, что ему как не хватало 21 тысячу контейнеров, так и не хватает 21 тысячу контейнеров, хотя эта цифра весьма сомнительная, слишком круглая, и я осмелюсь подвергнуть ее сомнению. В общем, конечно, это полный бардак. Единственное, что радует, что в январе нас, жители Республики Башкортостан, не будут взимать плату за новый порядок вывоза твердокоммунальных отходов, что на самом деле с точки экономики, конечно, абсолютный бред. Если, по утверждению господина Киреева, вся система работает, бурлит и шуршит, то не оплачивать ее один месяц для нормальной системы – это катастрофа. Это примерно 8% оборота выдернуть из отрасли, которая только-только начала разворачиваться и имеет определенные трудности. И ее себестоимость несколько выше, чем, я имею в виду себестоимость процессов и всех действий, они несколько выше, чем штатная себестоимость, как всегда бывает в начале, при запуске процесса. Так вот, в этот момент как раз господин Киреев и новая система выдергивают эти 8% оборота. В общем, конечно, честно говоря, я сохраняю свое мнение о том, что мусорная реформа, по крайней мере так, как она проходит в Башкортостане, это абсолютная афера и фейк. Вторым вопросом, который обсуждался на оперативном совещании в правительстве, прошедший понедельник, вторым главным вопросом, потому что я намеренно опускаю второстепенные проблемы, являлся вопрос о переходе на цифровое телевидение в Башкортостане в рамках федерального перехода на этот формат. Напомню, что с 3 июня 2019 года аналоговое телевидение выключается в Российской Федерации и по всей территории Российской Федерации, а, соответственно, и по всей территории Башкортостана смотреть телевидение можно будет только в цифровом формате при помощи различных способов передачи этого цифрового сигнала. Это и спутник, это и кабель, и это какие-то особые приставки, о сущности которых я так ничего и не понял, но каким-то образом они формируют этот сигнал. Так вот, выясняется, что примерно 5% населения Республики Башкортостан могут лишиться вообще какого-либо телевидения. То есть, в принципе, у них не будет никакого телевидения, если вовремя не принять меры. Было очень забавно наблюдать, с какой озабоченностью власть в лице Хабирова и прочих представителей печется о том, чтобы дорогие сограждане все-таки получали этот драгоценный телевизионный сигнал, чтобы из домов сельчан и жителей отдаленных горных районов Белорецка не ушел Соловьев, Киселев и прочие персонажи нашего телевидения. Судя по всему, задача эта стратегическая, она где-то на уровне, наверное, оборонных принципов Российской Федерации, потому глава Республики Башкортостан обсуждает проблему подачи телевизионного сигнала в отдаленные районы Республики прямо на оперативном совещании в правительстве. В общем, так или иначе, был заслушан доклад Бориса Николаевича Мелкоедова, который в свойственной его манере и умело применяя эффект регулируемого акцента, достаточно непонятно отчитался о том, как хорошо или плохо происходят эти процессы. Борис Николаевич уникальная фигура, он, как говорится, от Ильича до Ильича без инфаркта и при Ильича пережил всех, работал при всех руководителях и остался в живых, человек чрезвычайных квалификаций и ловкости. В общем, мы услышали от него, что как минимум 228 миллионов рублей он готов и намерен потратить на всевозможные процессы по обеспечению телевизионным сигналом жителей отдаленных районов. Более того, в самый трудный момент, когда он поймет, что уже ничего не помогает, никакой кабель, никакой спутник не ловит, он начнет бесплатно раздавать какие-то приставки самым неимущим и так далее. В общем, граждане, даже если очень захотят, если они будут жить в самой тайге, в белорецких гущах, к ним придет Борис Николаевич Мелкоедов и поставит им в избушку приставку и увидит они Киселева и никуда не денутся. Более того, я полагаю, что отдельная собственная озабоченность господина Хабирова обеспечением граждан телевизионным сигналом заключена еще и в том, что у него у самого вообще-то в ближайший сентябрь выборы и если 5% населения самого, кстати говоря, толерантного и самого послушного живущего в далеких уголках Башкортостана останутся без телевизора, есть шанс, конечно, что они просто не узнают о существовании самого ради Хабирова, и, соответственно, не проголосуют за него. Ну, так или иначе, значит, Борису Николаевичу поставлена категорическая задача обеспечить, добиться любыми путями. Хабиров даже обмолвался, что, дескать, если будут какие-то проблемы, вы сразу же бейте в колокола. Но это же вам не скорой помощи покупать, да? То есть не купили, и черт бы с ними, что в колокола бить, да ведь? А вот телевизор людям провести в Белорецкие горы – это важно. И завершая тему оперативного совещания в прошедший понедельник, хотелось бы сказать о том, о чем не говорилось на этом совещании. А не говорилось о транспортной реформе, не говорилось о выборах, практически не говорилось о коммунальном хозяйстве, обстоятельствах коммунального хозяйства в Уфе и в регионе. Вот это, кстати говоря, очень нехороший симптом, и вовсе дело не в том, что там надо, не надо говорить, хорошо, плохо говорят. Когда опускают намеренно уже поднятые ранее темы, которые не решены, не завершены, не закончены, это говорит о том, что где-то начинаются отступления. С успехом завершена транспортная реформа в Уфе – все, точка. Да нет, конечно, тысячи, сотни писем, обращений, всевозможных там, значит, в мессенджерах везде пишут там, давайте снимайте про транспортную проблему в Уфе, там в таких-то, таких-то районах и так далее, и так далее. У нас что, решено с Баймаком, с карьерами? Да ничего не решено, там все так же на месте и так далее. А сколько шума-то было? Про Сибай мы еще поговорим. У нас что, понятно все с выборами и так далее, ни слова, ни полслова про выборы, про какие-то, значит, движения. Но, тем не менее, Хабиров косвенно оговорился, что он абсолютно не сомневается в своей победе на выборах, потому что он уже назначает некие там процессы, какие-то совещания на декабрь, там, на ноябрь и так далее, и так далее. Зато мы даем поручение Мустафину о том, чтобы в следующий Новый год, кстати говоря, уже тоже никто не сомневается, что и Мустафин будет на своем посту, и Хабиров. Так вот, в этот следующий Новый год мы тут должны до слез довести почему-то мэра Казани, а почему не мэра Нью-Йорка или мэра Токио? Причем здесь эта несчастная Казань? Куда катится вот это вот колесо ненависти, которое запущено с горки? Зачем мы противопоставляемся Татарстану, Татарам? Почему у нас весь интернет забит карикатурами на Мениханова и так далее? Это вот совершенно непонятно. Так вот, еще раз, очень важно не всегда то, о чем говорят, а очень важно то, о чем не говорят. Вот за этим тоже нужно пристально следить. Конечно же, основным событием прошедшей недели в Башкирии было не 100 дней правления Хабирова, не проблемы с введением цифрового телевидения, и даже не мусорная реформа. Главным событием прошедшей недели были продолжающиеся события в городе Сибая. А я имею в виду загазованность, смог и вот эти все явления, которые происходят в связи с карьером. Напомню, что на прошедшей неделе под давлением общественности власти Сибая и республики были вынуждены признать, что присутствует трехкратное превышение ПДК сернистых соединений в атмосфере города Сибая. Признали, что в некоторых районах Сибая опасно и вредно передвигаться по улицам и иметь физическую активность. Я почти дословно цитирую то странное объявление, которое появилось в сети от имени Сибайской администрации. Напомню, что Хабиров выезжал несколько дней назад в Сибай и был страшный разнос местной администрации. Мэру города Сибая запретили покидать город Сибай до тех пор, пока не была решена эта проблема. Прямо скажем, несколько иезуитская такая форма руководства и кризисного менеджмента. Но, понятное дело, что постоянное присутствие мэра несущественно сказывается на экологической обстановке в отсутствии каких-либо действий. Хабирову показали с горочки дымящийся карьер, попытались объяснить, как все происходит, куда ветер дует и что происходит дальше. И Хабиров отбыл обратно в Уфу. Однако, в последующие дни ситуация только ухудшилась. Начали раздаваться голоса, возмущенные с требованием принимать какие-то меры. На фоне абсолютного отсутствия информирования и населения Сибая, и населения республики о том, что происходит, я имею в виду прямую обязанность вот этого информационного блока, о чем, собственно, еще Хабиров давал отдельное поручение. Вот это один из самых ярких примеров, когда на эти поручения было забито полностью. Никакой информации, вообще от слова совсем, не существовало по этой ситуации. Конечно же, ситуация начинает обрастать слухами, всевозможными выдумками и так далее. Однако, в последующие, после отъезда Хабирова из Сибая, дни местные активисты подали уведомление о проведении митинга. Митинга с требованием, во-первых, отставки мэра Сибая, во-вторых, отставки вице-премьера Тажидинова, как человека, ответственного за ситуацию в Заурале уже много лет, и, в-третьих, с требованием выставить определенные условия, определенные ультиматумы училинскому ГОКу, который должен начинать бороться и прекращать ситуацию с задымлением в городе. После того, как было подано это уведомление, ситуация повернулась кардинально в обратную сторону. Хабиров вновь вчера выехал в Сибай. Это совершенно невиданное дело, когда человек уже за последние полтора-два месяца третий раз посещает Сибай. Прямо скажем, не самый стратегически важный город в городе Уфе. Вчера он был вынужден выехать в Сибай в компании с господином Аксеновым. Это руководитель Крымской администрации. Насколько я понимаю, и в соответствии с тем, что я говорил ранее, они давние друзья и товарищи, еще, как говорится, практически фронтовики. Вместе с Аксеновым Хабиров выехал вчера в Сибай. Понятное дело, ничего лицеприятного и прекрасного сказано в адрес мэра у Сибая наверняка не было. Но было представлено миру некое театральное представление о том, как господин Аксенов, который буквально за несколько часов до этого выпросил у Башкортостана 2 миллиарда рублей помощи, еще и практически прямо на краю сибайского карьера продал Башкортостану 500 путевок в Крым для детей Сибая, которые поедут туда подлечиться. Понятно, что, наверное, все-таки, я надеюсь, детей денег и с их родителями не возьмут, но бесплатного сыра не бывает, и, соответственно, за проживание детей в Крыму и за транспорт, конечно, заплатит республика Башкортостан. В общем, прямо скажем, господин Аксенов очень ловкий камевоежер, он помимо 2 миллиардов, которые выпросил себе на карман, еще и попутно 500 путевок продал. Что же дальше происходило в Сибае? Конечно же, наш абсолютно беспомощный внутриполитический блок в Башкортостане ничего иного, как применить технологии прошедшего века не сумел. Я имею в виду, по поводу заявленного митинга в Сибае были приняты все меры, чтобы его не допустить. Вместо того, чтобы повернуть в мирное русло процесс, найти общий язык, найти компромиссы и действительно начинать решать проблему, что вот важно, проблему решать мы не хотим, мы хотим митинга не допустить. В Сибае был направлен страшный, на мой взгляд, абсолютно абсурдный идиотский десант. Компиляция из молодежной общественной палаты, союза женщин и всемирного крултая Башкир, конечно, страшная сила. Я думаю, что любой смог и любое прочее зловоние, наверное, должны отступить по определению при виде надвигающихся на Сибае подобных общественных сил, но тем не менее этого не случилось. Так вот, перед этими общественными организациями, внутриполитическим блоком Республики Башкортостан была поставлена простая задача. Между тем, задача насколько простая, настолько и разнообразная. Например, молодежная палата общественная должна блокировать площадки для проведения митингов в городе Сибае. А блокирует она их, подав бесчисленное, огромное количество уведомлений пачкой на проведение всяческих массовых мероприятий на улице задымленного Сибае, что само по себе, конечно, абсурд. Тем самым, места теперь для проведения митингов в Сибае не существует на многие-многие недели вперед. Союз женщин, судя по всему, будет объяснять женщинам Сибае о том, что дышать сернистыми соединениями для их детей это, в принципе, не очень вредно, а даже полезно. А вот всемирный крултай башкир, судя по всему, будет объяснять коренным жителям этого региона башкирам о том, что вообще-то для настоящего этнического башкира вдыхание сернистых соединений это вообще национальная забава, спорт и признак доблести. Я не знаю, зачем эти три фейковых общественных организации согнаны в Сибае, но тем не менее они там исполняют вот эту функцию. Что будут делать активисты дальше? Насколько мне стало известно вчера вечером еще из переписки с этими товарищами, я так понял, от своих планов они не отказываются, особенно если в Сибае ситуация будет далее ухудшаться и концентрация этих веществ в городе, в воздухе города не уменьшится, а будет увеличиваться, то в районе 26 числа, следующей субботы все-таки в Сибае пройдет, если не митинг, то сход граждан. На самом деле по их формату, их возможностям и их тематике вовсе не нужен митинг, а нужно сделать хороший сход, большой массовый, хорошая онлайн-трансляция, как это было с организацией Башкорт. И тогда это даст хорошую наглядность, массовость и распространение в средствах массовой информации. В общем, наблюдаем за ситуацией в Сибае и будем делать это очень внимательно. На прошедшей неделе произошло одно незаметное, но очень важное событие в кадровом составе и в составе полномочий ведомств Республики Башкортостан. А именно после того, как буквально перед Новым годом Хабиров назначил Дениса Булатова, прямо скажем, некого Дениса Булатова, никому неизвестного, руководить достаточно странным, непонятным комитетом по мониторингу социальной, какой-то экономической обстановки в Республике Башкортостан, никто не понимал, что это за комитет и чем он занимается. Так вот, на днях Хабиров наделил этот загадочный комитет полномочиями глобального контроля за государственным заказом в Республике Башкортостан. Что это значит? Это значит, что вот этот комитет по мониторингу теперь будет полностью контролировать все закупки всех ведомств и государственных учреждений в Республике Башкортостан. Как известно, государство – крупнейший покупатель в нашей стране, и Башкирия здесь тоже не стоит в стороне. Соответственно, в Башкирии крупнейшим покупателем и крупнейшим фактически обладателем денежных средств является государство. Так вот, именно комитет по мониторингу теперь будет контролировать все эти покупки. Ранее эти функции принадлежали Минэкономразвитию Сергею Новикову, который в свою очередь еще ранее до этого всего возглавлял, создавал комитет по госзакупкам, наводил порядок в этой сфере, порядок я беру отчасти в кавычки, я объясню потом. Вообще, конечно, это очень симптоматично, потому что каждый новый руководитель пытается взять под контроль денежные потоки. Приход Хамитова на место тогда еще президента Республики Башкортостана знаменовался примерно такими же процессами. Он начал переиначивать систему государственных закупок, пытаясь взять их под собственный контроль. Что тогда ему удалось, именно силами господина Новикова. Сергей Новиков вообще стоял у истоков современной системы закупок в Республике Башкортостан, человек чрезвычайной квалификации в этой области, это я знаю не понаслышке, мы с ним знакомы, мы с ним даже вместе немножко учились. Человек очень компетентный, человек очень грамотный, не могу сказать, что абсолютно бескорыстный, и еще к тому же это человек Тажетдинова. Вот такой вот, знаете, набор качеств весьма противоречивых и весьма странных. Одно единственное повторю, что да, действительно, господин Новиков был абсолютный профессионал в своей отрасли. Так вот, теперь у него эту отрасль и эти функции отбирают в пользу никому неизвестного господина Булатова. Все, что мы можем узнать о господине Булатове, о его трудовом пути и его достижениях, это то, что он был каким-то достаточно мелким коммерсантом, а впоследствии почему-то руководил системой госзакупок в городе Красногорске, теперь, значит, он будет заниматься этим в Уфе. Централизация этих процессов и децентрализация являются абсолютно традиционным явлением. Каждая новая итерация власти пробует на вкус и ту, и другую схему устройства государственных закупок, то есть то раздают госзакупки в ведомства, то опять их собирают в одной точке, то ведомства сами готовят техзадания на контракты и составляют в списке, значит, реестры необходимых покупок, а потом их передают контролирующему ведомству, то само ведомство начинает организовывать торги и так далее, и так далее, то есть вариантов таких схем достаточно много, но основными движениями являются централизация и децентрализация процессов. В данном случае произошла централизация. Хабиров руками вот этого загадочного Дениса Булатова взял на себя, взял в одно место, в одну руку, так сказать, жесткий кулак все вот эти вот процессы покупки. Справится ли ведомство господина Булатова с этой задачей, я не знаю, потому что это вам не кот начихал на самом деле. Обеспечивать вовремя и в полной мере, и еще к тому же конкурентно и по минимально возможным ценам все закупки в республике Башкортостан, исходя из одного ведомства, это очень непростая задача. К сожалению, мы не можем оценивать квалификацию господина Булатова, и потому с уверенностью говорить о том, что все получится, мы не можем. Понятно, что у нас впереди трудные времена, и, соответственно, это не прибавляет оптимизма в этой области. Понятно, что было наделано огромное количество ошибок, и их нужно исправлять. Я бы попросил лично от себя и исключительно в интересах граждан республики Башкортостан господина Булатова начать покупки тех некупленных скорых помощи, автомобилей скорой помощи, которые так и не были куплены в конце 2018 года. Обращаюсь к вам лично, господин Булатов, бросьте все, займитесь, пожалуйста, этим вопросом, обеспечьте объем автомобилей скорой помощи для республики Башкортостан хотя бы в том количестве, которое было заложено еще в 2018 году. А потом купите скрепки, новые кресла и так далее, и так далее. В общем, сфера государственных закупок республики Башкортостан обязательно будет в поле нашего пристального интереса, и приход нового руководства этот интерес только подстегивает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok